ЦИК «Гагаузи» опубликовала предварительные результаты выборов Башкана. С большим отрывом лидирует Ирина Влах, набравшая около 92%. И пока она принимает поздравления, многие задаются вопросом, как поступить с теми, кто все это время занимался только одним – изо всех сил срывал сами выборы. Переносил дату, увеличивал порог явки, пытался отстранить главного конкурента. Грязная была компания, если честно. Те, кто потерял власть в Кишиневе, хотели реванша в Камрате. И оттого важнее важного было этого не допустить. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте. Я представляю гостей, которые добрались сегодня до «Полюса». Первого-наперво Олеся Таносогла, заместитель председателя исполнительного комитета «Гагаузи». Здравствуйте. Можно так сказать заместитель Башкана, да? Можно, да. Советник президента Сергей Мишин, вам добрый вечер. Добрый вечер. Михай Попшой, вице-председатель парламента, но еще и представляет у нас партию ПАС, заместитель председателя. Все ваши должности, Регаль, произнесла, дигде не заткнулась, это хорошо. Давайте так вот, чем были важны так уж эти выборы в «Гагаузи», что столько копий вокруг них ломалось? Интересно ваше мнение, госпожа Таносогла, и почему вообще, на ваш взгляд, было столько внимания уделено этим выборам? Выборы, они всегда важны, и всегда важно провести демократично, открыто и своевременно. Это то, на что пытались влиять все в «Гагаузи», видя неоспоримого лидера предстоящей предвыборной кампании, поэтому каждый пытался по-своему повлиять, по-своему этого не допустить, и даже в какой-то мере препятствовать этому всеми законными и незаконными способами. Было у нас за этот период очень много, начинает угроз, заканчивая шантажом, и попытка изменения законодательства, и замены коней на переправе. Но вчерашний день показал, что все точки поставлены, и «Гагаузи» должна будет идти по тому курсу, который выбрала, по курсу стабильности, и «Гагаузи» есть с кем идти дальше по этому курсу. Оппонентов было не так много, не так много настоящих оппонентов у действующего башкана, но было очень много желающих просто насолить. И все они были несамостоятельными игроками, и все они были несобственным мнением, все были они ведомыми, и ведомыми наверняка отсюда, из Кишинева в том числе. Поэтому «Гагаузам» важно было показать на этих выборах, и поэтому так важны были эти выборы, показать, что у нас есть собственная автономия, и мы самостоятельно способны выбрать то руководство, которое мы хотим. И мы это вчера сделали. Господин Мишин, если я правильно понимаю, то вот что себе подумали представители оппозиции Ирины Влах? Ведь они не сражались за победу в этих выборах, они сражались за то, чтобы эти выборы сорвать. И потом результаты, которые мы увидели, они как бы подтверждают эту теорию. Это так? Ну это безусловно видно. И причем это было видно изначально, когда в начале народное собрание, кстати, Ирина Федоровна тогда и предложила в феврале, давайте проведем выборы башкану, как раз истекает срок. Нет, народное собрание еще в сентябре, получается, почти за год, назначает на 19 мая, причем голосовали единогласно. И вот первая ласточка показательная, которая нам увидела, что хотят сорвать эти выборы, это было когда за два дня, до начала избирательного периода, избирательной уже кампании, то есть когда уже нужно приходить за подписными листами, регистрировать инициативные группы, вдруг резко раз, и мы переносим на 30 июня. Причем объяснений никаких. То есть никто, если мы смотрим прессу, это все видно, слава богу, сегодня СМИ работает очень оперативно и хорошо, и объяснение четкого, почему именно нужно перенести с 19 мая на 30 июня, не было нигде. Но, опять-таки, изучая прессу, видно, что было несколько судов, и мое такое ощущение как юриста было, что они что-то хотели благодаря судебной системе навести какой-то либо страх, либо ужас, либо шантаж на действующего Башкана, то есть тогда кандидата, которая официально уже объявила о том, что она готова идти в предвыборную гонку. И вот это единственное объяснение, которое лежало тогда на поверхности. Поэтому, конечно, тут было видно, что не то, что даже насолить, хотели и сорвать эти выборы, хотели и пойти в пику, чтобы и кандидат не пошел именно этот, убрать вообще кандидата, снять и уголовные дела, насколько я знаю, заводилось на уровне двух или трех, причем под таким надуманным, раньше говорили, да, и белыми нитками шит, а тут даже белых ниток не было видно. Ну, мы понимаем, что последний вдох тех конкурентов, которые с разгромом проиграли 24 февраля, по обоим округам парламентским, Гагаузия сделала первый свой выбор, да, они решили, вот давайте мы поиграемся на башканах и покажем все-таки, что мы сила. Но те, кто, насколько я понимаю, те, кто это пытались сделать, вот, они уже в Гагаузии настолько раз проиграли, что их уже особо никто там и не слушает, но все равно, вот знаете, благодаря тому, что есть какие-то еще административные лазейки на сегодняшний момент, да, у нас начала меняться ситуация с государственным управлением в республике, но, к сожалению, мы не дошли еще до всех уровней. Поэтому, используя эти административные лазейки, они еще все-таки надеялись на то, что у них будет результат положительный. Но мы убедились вчера, что этого положительного результата нет. Особенно интересно вот узнать мнение представителей правящей коалиции. Нет, сейчас речь не идет о социалистах, а вот о партнерах. Вы как вообще Гагаузию вот расцениваете, степень важности, естественно, с точки зрения выборов? В первую очередь, конечно, хотелось бы, конечно, повторить слова, поздравления, сказанные сегодня утром госпожой премьер-министр Майя Санду в адрес ее коллеги, госпожи Блах. Несмотря на те юридические проблемы, наверное, некоторые оппоненты попытаются оспорить результат, исходя из явки. И тут будет, наверное, для молдавской юстиции еще один тест, очень важный тест на независимость. Но результат, он же неоспорим. 92% с этим поспорить очень трудно. И надо сказать, что, да, даже в этих условиях, если бы власть не поменялась буквально месяц назад, то даже вот в этом электоральном контексте, когда 9 из 10 Гагаузов выбирают госпожу Блах, скорее всего, госпожа Блах не было бы Башкану, если бы власть не поменялась. Потому что демократы, наверное, бы нашли, демократы, бывшая партия власти, ныне оппозиционная, демократии там, конечно, никогда и не пахло, но так партия называется. Они бы нашли, скорее всего, лазейку, да, и либо сняли бы кандидата, либо во время выборов, либо сразу после нашли бы. Но наши сограждане Гагаузы проголосовали. Опять-таки, повторюсь, результат неоспорим, но тот факт, что продлили результат голосования, это не совсем изящно, но юстиция скажет свое слово. Конечно, Гагаузия очень важна, это составляющая часть Республики Молдова. Насколько развит будет этот регион, насколько там комфортно будет людям жить, это, конечно, показатель, это уже клише, наверное, в молдавской политике, но это очень весомый показатель для наших сограждан в Приднестровье. Если будет нормальное человеческое, не только человеческое, а очень теплое отношение к нашим гражданам из Гагаузии, если там на самом деле будет уровень жизни подниматься, то это будет хорошим показателем и это будет подспорьем для Приднестровского регулирования. Поэтому выборы прошли, да, были большие проблемы, был саботаж явный со стороны прошлой власти, ныне оппозиционной демократической партии, было явное желание не допустить госпожу Влах на второй срок, потому что, наверное, им было трудно признать, что автономия, регион Молдовы их просто не признает. Хотя признать, наверное, было бы время давно, потому что, если мы вспомним прошлые выборы в народное собрание, демократы получили аж одно место. Но умудрились правдами и неправдами, да, что называется, немытьем-то катанием сколотить большинство. Они надеялись то же самое сделать в парламенте Республики Молдова. К счастью, им это не удалось. Спасибо. Вот такое мнение, что если бы в Кишиневе это противостояние, которое мы наблюдали, закончилось по-другому, кто знает, или даже господин Бобшо уверен, что госпожа Влах не стала бы Башканом. Во-первых, этот комментарий попрошу. А во-вторых, очень интересный вопрос. Ведь смотрите, когда представители демократов на этих выборах набирают 345 голосов, это 0 целых. Боюсь сейчас соврать, сколько там, тут даже проценты не добирают. Почему так в Гагаузе оказались сильные демократы? Они, наверное, не столько... Вообще, да. Не столько сильные, сколько наглые. Поэтому их слышно везде и во всем. И очень правильно сказал господин Бобшо о том, что возможно бы эти выборы бы не утвердили, если бы осталась та власть, которая была еще недавно. И все к этому на самом деле шло. На самом деле, когда Молдова меняла избирательную систему, Ирина Федоровна, как глава автономии, сказала, что у нас в Гагу здесь опыт голосования и избрания народного собрания по одномандатным округам. Но мы имели то народное собрание, которое имели. И демократы неоднократно пытались у нас в Гагу здесь схватить власть, пытались косвенно или прямо влиять на избирателя. После того, как эти попытки не увенчались успехом, просто оставили в Освоясе выборы в народное собрание, потом работали персонально с каждым депутатом. Так, наверное, выгоднее материально. Наверное, что-то сэкономили на этом. Но сегодня та система, которая была в Гагу показала, что будут попытки управлять одномандатными депутатами. И когда были решающие выборы в Камрадском районе, в одном из округов города Камрад, именно судебная инстанция утвердила мандат человека, представителя демократов, который не набрал поддержки народа вообще. Это было такое авторитарное, тоталитарное решение, абсолютно не поддержанное ни народом, ни кем. И для того, чтобы добиться этого решения, для того, чтобы добиться, на председателя ЦИК Гагаузии возбуждали уголовное дело, пока шло утверждение этого мандата по округу номер один Камрад. На председателя участкового бюро, на уважаемого учителя со стажем возбуждали уголовное дело. Жену кандидата закрывали. И это все делалось с демократами, это было все в период выборов в народное собрание. И эти репрессии продолжались до тех пор, пока через суд мандат демократа не был утвержден. Конечно, для пыли в глаза это был независимый кандидат, но по факту это был управляемый кандидат Гагаузскими демократами. Этот пример, этот опыт он показывает. и убеждает в том, что если бы сохранилась та власть, которая была еще месяц назад, то возможно тоже самое пытались бы сделать с должностью башкана. отличие только в том, что за башканом и вчерашний выбор это подтверждает за Ириной Влаг стоит весь гагаузский народ. И несмотря на попытки демократов народ бы встал. Как он вставал неоднократно в поддержку. Я вот слушаю вас и хотела бы, чтобы вы еще подключались к этому разговору тоже. Но ведь смотрите, был бы у них кандидат хотя бы сильный у демократов. Вот именно. ходит в честную борьбу. Борьба была изначально нечестная, она была подковерная, она была грязная, она была шантажом. Поэтому в такой борьбе или в такой компании было понятно, что никто не выиграет. Но нужно напоследок так насолить, чтобы всем было сложно работать. И вы знаете, у нас уже ходит такая легенда про этих гагаузских осликов, которые должны успеть увезти тех, кто не сел в самолет три недели назад с аэропорта Кишинев. Вот нам гагаузы предлагали осликов, чтобы те тихонечко уехали. Наверное, просто много осликов понадобилось бы. Господин Мишин, подключайтесь к нашему разговору. Вот по поводу демократов. Тут, понимаете, те демократы, которые пытались населить сегодня, они с одной стороны пытались населить, с другой стороны для них это был реванш. Они за последнее время, вот несмотря, я приведу просто пример, несмотря на то, что они находились у власти год назад ровно, в Уконечном районе они проиграли в народное собрание демократы кандидату от социалистов по одному из одномандатных округов. И это была первая ласточка, показательная для них, что, ребят, гагаузия не ваша. Переставайте. Ну, вот эта вседозволенность, которая им посылалась из Кишинева, они думали, нет, мы все равно все порвем, мы все здесь делаем, мы будем делать как мы захотим. И им что удалось? Им удалось на ключевые позиции государственных структур автономии установить своих людей. Соответственно, они до сих пор находятся еще сегодня там, и они контролируемы ими. И они, надеясь на то, что есть контроль вот этих структур, я сейчас говорю о ГАЗе, я говорю сейчас о Реджистру, и другие структуры, которые, кстати, были выведены из подчинения автономии Гагаузии и переданы насильственным путем в подчинение Кишинева. Понимаете? То есть Кишинев решал, кого назначить. Раньше же это как было? По предложению исполкома Кишинев назначал на ту или иную должность. Сейчас Кишинев назначает сам, без того, чтобы спросить автономию. Это неправильно. И вот, исходя из этого, они считали, что если их люди, давайте возьмем, был один кандидат, контр-кандидат, который вот вы назвали, что он набрал там 0,6 копейками. Он набрал 345 голосов, а подписи за него было 2 тысячи сокров. На самом деле, кто он... На секундочку. кто он такой, да, вот если взять по биографическим данным. Он возглавляет демократическую партию Гагаузии и он является директором регистра, то есть агентство госуслуг Гагаузии. Это приятно и полезно. Да, но это, извините меня, на минутку, административный ресурс, причем в полном объеме. В котором обвиняли, кстати, Ирину Федоровну. Да, и вот теперь у меня вопрос. Мне интересно. У него, наверное, всего 345 человек и работает в этой структуре. Раз столько голосов, он получил. Но у меня другого объяснения нет. Нет, но Ирину Федоровну, конечно, можно обвинять в чем угодно, но 92% тут административный ресурс, никакой административный ресурс не поможет. Мы должны одно понять. Там не шел административный ресурс. Нет, ну понятно. За 4 года люди увидели, как развилась Гагаузия. Люди стали в Гагаузии жить по-другому. Вы знаете, я когда приезжаю, праздники различные проходят. Вот мы в Кишиневе ходим, да, видно, что идет праздник, но люди не улыбаются. Когда ты приезжаешь в Камрад, вот Масленица была буквально недавно, ты приезжаешь в Камрад, ты идешь по площади, тебя люди не знают, но тебе улыбаются. То есть все люди ходят по площади, у них улыбка на лице, для них праздник. А это уже говорит о качестве жизни в этом регионе. Хидерлес тоже хорошо организован был. Я хотел сказать о том, что было до сих пор, до предыдущего раза, когда госпожа Влаг выиграла в первом туре 51%, кажется. Все предыдущие выборы, был второй тур, была очень большая конкуренция, Дудоглу, Формузал, и там дальше топал. Это мужчины просто. Да, была большая конкуренция. Но сейчас госпожа Влаг, имея в виду, что она выиграла и в прошлый раз с первого тура, а сейчас 92%, ну это уже как бы тут... Можно не любить госпожу Влаг, можно критиковать ее с каких-нибудь, не знаю, ее геополитические предпочтения, но 92% с этим поспорить трудно. Но другое тоже радует, что госпожа Влаг, да, уже на второй срок идет, нынче у нас спикер парламента, госпожа Гречаны, премьер-министр госпожа Санду, да, и меня кто-то убеждал пару лет назад, что у нас очень консервативное общество, и что женщинам в политике, ну не то, что места нет, это слишком грубо, но им трудно. Но не для Молдовы. Ну и для Молдовы, да. Особенно я помню, это очень, эта тема очень сильно, когда госпожа Санду балтирует с президентские выборы, тоже очень близок результат был. Ну, сейчас, конечно, всем этим критикам, даже не сказать шовинистам, да, тот факт, что в таких влиятельных позициях в Республике Молдовы три женщины, и пока что перспективы очень позитивные в том, что касается их продуктивности, да, или результата их действия. Конечно, в том, что касается госпожи Горьчан и госпожи Санду, еще надо немножко подождать, а в том, что касается госпожи Влах, да, надо согласиться. Четыре года есть серьезные подвижки. Надо, конечно, признать, что большинство из этого, из этих результатов, это результат помощи из-за границы, будь то Евросоюз, Туркменистан, Турция. Не важно, откуда попадают. Согласен. Важно, кто поехал и договорился. Согласен. Здесь я принципиально не соглашусь, потому что все цифры, которые у нас есть в автономии, аналитика, которые мы... Вам бы грех не согласиться, вы изнутри. Но я бы... Наш внутренний ресурс, я бы хотел... Я бы хотел... Наш внутренний ресурс в автономии, бюджет в 15-м году был 400 миллионов, сейчас 800 миллионов. Поэтому... В внешнем факторе это неправильно. Когда вы говорили о помощи, я думала, вы сейчас скажете, ну, конечно, вот не скрывали особых отношений партии социалистов. Вот многие, кстати, вот это хороший вопрос. И все знают, что и президент всегда поддерживал Ирину Федоровну. Вот можем ли мы говорить о том, что и успех вот этой партии, он тоже как-то проецировался на Гоголове. Господин Мишин. Вы знаете... Таки спроста же, да? Вот они друг друга поддерживали, мы видели вот во всех компаниях. И это нормально. Когда люди из одной команды, когда они работают одной командой, естественно, господин президент помогает Ирине Федоровне, как и потом Ирина Федоровна помогает господину президенту. И это нормально, когда работает тандем. И нет тут ничего предрассудительного. Почему мы не должен президент помогать Башкану автономии? Что это... Он также помогает Башкану автономии, он помогает председателям районов. Это нормальное явление, на мой взгляд. Он также вот сотрудничает с премьер-министром, он сотрудничает с председателем парламента. Разве президент этим не должен заниматься? А почему Башкан в ответ, да, не должна сегодня сотрудничать с президентом и поддерживать его? В том числе... И показывать пример наоборот, да, что возможно такое взаимопонимание. Да, что это нормально. И это взаимопонимание. Это называется нормальная командная работа. Вот когда люди работают в одной команде, они доверяют друг другу, они поддерживают друг другу, они знают, что если ты обратился за помощью, тебе могут помочь, тогда получается качественный, хороший результат. А если ты ходишь и боишься, что тебе завтра может любой какой-то из твоих соратников вонзить нож в спину, то извините, из этой работы будет то, что мы видели последние три с половиной года, а то и лет пять. Что все боялись, кто воткнет в спину или еще куда-то, но при этом было три каких-то кита, которые решали все вопросы. Причем во всех отраслях. И сколько сейчас выявляется дыр и всего остального? И как мы это будем и сколько еще времени выметать и вымывать и швабрами, и вениками? Вот. А тут, смотрите, автономия сегодня, благодаря поддержке президента и то, что автономия поддерживала президент, автономия тоже имеет возможность развиваться, поднимать внутренний потенциал, поднимать бюджетные показатели, привлекать иностранных партнеров и не только партнеров. Они привлекают и инвесторов. Вы посмотрите, сколько инвестиций сегодня в этот край. Недаром говорят, что Гагаузия сегодня стала туристической визитной карточкой Юга Молдовы. А может, секрет еще в том, вот я к вам обоим обращаюсь, в том, что как раз вот та сбалансированная внешняя политика, которую мы знаем, что прежде всего выражается в экономике, есть тот самый пример. Президент все время об этом говорит, но вот сейчас, когда у нас появилась новая власть, возможно, тоже пойдем в этом направлении. Ну вот, Гагаузия показывает, смотрите, мы можем с россиянами, смотрите, мы можем с турками, смотрите, мы можем с ЕС, вести переговоры. Может быть, вот как-то этот пример взять на вооружение и как бы попытаться здесь, вот в Молдове, уже на территории всей страны. Как думаете, госпожа Танасокова? Вы знаете, в Гагаузии есть много примеров, есть уже очень много удачных примеров, поэтому, наверное, где-то она может быть тем пилотным проектом или тем лидирующим регионом в Молдове. У нас есть положительные практики, но хочу сказать, что в Гагаузии имеет успех тот, кто работает, и когда мы говорим об успехе, нельзя сказать, что он проецируется с одного на другого, со второго на третью, у нас имеет успех те, кто работает. У нас Башкан работала все четыре года, есть результат, о чем сказать, поэтому она имеет успех. У нас президент приезжает вместе с нами, работает, выполняет свои обещания, у нас тоже имеет успех, потому что он чистен по отношению к нашему электорату, поэтому у нас с этими определяется успех тех или иных партий или тех или иных лидеров. Соответственно, а что касается внешней помощи партнеров, вы знаете, Гагаузии это не первый Башкан, я сейчас не буду говорить о женском факторе, о том, как это впервые, хочу сказать, что это первый Башкан, которому доверяют мировые лидеры, который открыт во всех отношениях, и эта открытость, она, наверное, и располагает в себе. У нас сегодня в Гагаузии нет проблем с тем, что бесчез миллиард, у нас нет проблем с тем, что бесчез миллион, у нас все, что приходит в Гагаузии, оно все открыто, оно есть на виду у каждого жителя автономии, и каждый чувствует, если что-то приходит в автономии, каждый чувствует результат того, что пришло. Это открытость. У нас автономия это не регион, где можно делать пиар за счет каких-то СМИ. У нас Гагаузия маленький регион, и каждый житель региона имеет свое мнение о лидере, потому что имеет возможность с ним встретиться, поговорить и сформировать собственное мнение не через экран. И это важно, когда лидер региона, лидер башка не боится встречаться со своими людьми, не прячется, открыто выходит на все встречи, потому что есть что сказать, есть о чем рассказать, есть определенные стратегии, есть определенные шаги, и мы об этом всегда открыто говорим. Буквально этой весной случаи, когда у нас в автономии, демократы пытались поменять законодательство во время избирательной кампании уже, тогда Ирина Федоровна, как башка на Гагаузии, приняла решение посоветоваться с народом, как правильно, подписывать или не подписывать. И это открытая ее форма общения была все четыре года, и так было во многих важных вопросах, когда мы были открыты и в отношении отчетов, и в отношении информации, и в отношении того, чтобы при решающем моменте посоветоваться и знать, подписать или не подписать. Но эту же ситуацию хочу подчеркнуть, как использовали демократы, они возбудили на нее уголовное дело за то, что она решила посовещаться с народом. И это уголовное дело было открыто в период избирательной кампании на Ирину Влах для того, чтобы до 30 июня наверняка довести какие-то свои злые мысли до конца. Но все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться. По поводу внешней политики, вот этот... Однозначно мы сейчас находимся в очень такой исторической точке, очень... которая открывает много возможностей, если ей правильно воспользоваться. Буквально на той неделе госпожа Горячанова из молдавской делегации парламента была в Москве. На этой неделе госпожа премьер Министан будет делегацией правительственной и парламентской будет в Брюсселе. Возможности для продвижения интересов республики Молдова есть и там, и там. Однозначно Евросоюз открыт нам помогать финансово, помогать нам проводить реформы. С Российской Федерацией сейчас, насколько мы поняли, по тем пять линиям продуктов будет и дальше экспорт разрешен. Хотелось бы, конечно, чтобы экспорт был открыт на всю нашу сельскохозпродукцию, как это было до эмбарго 2006 года. Большая проблема у нас, конечно, с ценами на газ. Вот мы сейчас только понимаем, потому что демократы удержали цену перед выборами, хотя они должны были поднять цену на газ еще зимой. И сейчас предстоят очень тяжелые переговоры с Газпромом. Если нам удастся хотя бы удержать эту цену на газ, не говоря уже о ее снижении, это было бы, конечно, замечательным результатом, потому что сейчас, исходя из того, что мы сейчас понимаем, из того, что сейчас выходит наружу, есть риск нужды поднятия цены на газ. И это, конечно, как для граждан, как и для экономики это было бы сильным ударом. Поэтому надо пытаться находить точки соприкосновения и решать вопросы об интересах граждан Республики Молдова. вернусь к тому, что тот факт, что я иногда шутя говорю, единственная позитивная вещь, что сделал Плохотнюк, это объединил левых и правых, объединил до сих пор как бы стороны, которые, ну, что греха таить, да, трудно между собой находили общий язык. И вот он помог, стал подспорьем для хождения этого компромисса. Сейчас надо, конечно, уметь иметь открытость, иметь умение вот этот позитивный момент использовать максимум во благо граждан. Ну, вот смотрите, когда мы разбирали сейчас составляющие успеха Ирины Федоровны, вот ее недоброжелатели говорили, ну, что такое 50% явка для ГАГАУЗи? Ведь мы знаем времена, как ГАГАУЗы организованно голосовали, и что это были цифры, и 80%, и 90%, даже, помню, в каком-то году на выборах, то есть было. А вот так вот сейчас. Вот с чем вы это связываете? Вот что, не доработали здесь где-то что-то как-то? Либо условия были такие, либо еще какие-то причины. Олесь? Вы знаете, на самом деле явка, которая случилась вчера, это замечательный показатель. и дай бог, чтобы другие регионы имели такое единение посередине лета в период отпусков и все дружно выходили на выборы. То есть лето причина? Вы знаете, это одна из основных причин лета, но не единственная. Другая причина это того, что выборы состоялись и то, что есть 50%, это затянувшаяся избирательная кампания и желание навредить и насолить Гагаузии, оно объединило гагаузский народ и вчера заставило выйти большинство на выборы. Поэтому явка состоялась. Если бы нет единения, которые гагаузский народ уже неоднократно проявляет, возможно, у нас были бы сложности, как были когда-то в Кишиневе и в других регионах, когда лидер набирает большинство, а явки почему-то нет. Да, в Кишиневе так было. Мы помним это лето, да. Но сегодня нужно сказать и другое, что гагаузская законодательство сегодня предусматривает самый высокий барьер для явки. Сегодня явки в 50% нет в законодательстве Республики Молдова, оно сохранилось только в законодательстве А намереваетесь ли вы пересматривать вот эти высокие цифры? К народному сознанию вопрос. Ну, все равно мне интересно. Вы знаете, наверное, было бы правильно пересмотреть ряд положений, которые есть в нашем законодательстве. Мы всегда претендовали и говорили, что мы составная часть Республики Молдова, и сегодня есть стандарт Республики Молдова, есть международный стандарт, и некоторые страны уже уходят вообще от порога явки для того, чтобы не превращать избирательные кампании в затяжной период выборов годовой или полугодовой из-за того, что нету явки. Конечно, для нас важно законодательство, поэтому избирательный кодекс Гагаузи, когда был принят в 2016 году, кодекс предусматривал явку на башканских выборов уже одна третья согласно той норме, которая есть в республиканском законодательстве. Но в уложении Гагаузи в нашей основной конституции сохранилась та явка в 50%, которая была изначально заложена еще в 90-х годах. Иерархия законов, ее, наверное, уже все знают в Гагаузи, даже не юристы, понимают, что выше, что ниже, какой, поэтому уложение предусматривало 50%. Задача была вывести 50%, задача была простимулировать 50% населения прийти на избирательный участок. И... Ну, справились с этой задачей. По последним данным 50,51 из подсчитанных, конечно, бюллетеней. Вот будем надеяться, что цифры еще величайшее как-то изменится. И вам скажу, что многие спланировали свои приезды в автономию, даже в ходе той миграции, которая сегодня существует в Республике Молдова, она есть и в Гагаузи, но спланировали свои приезды таким образом, чтобы 30-го оказаться дома и принять участие в определении будущего автономии. Сергей, по поводу явки, ваше впечатление. Вы знаете, в процентном соотношении, конечно, можно сказать, что и мало вышло. Но это абсолютно неправильно. А давайте рассмотрим. Выборы парламента 24 февраля 2019 года. В Гагаузии выходит 58 тысяч. Выборы Башкана 30 июня 2019 года. В Гагаузии выходит 55 тысяч. Скажите, пожалуйста, это маленькая явка. А давайте посмотреть по количеству... Смотреть с чем сравнивать, да? Давайте смотреть по количеству людей, вышедших. Да, с точки зрения избирательного списка, который имел Центр избирком в Гагаузии и по соотношению выхода количества людей это 50%. И, конечно, можно сказать, да, это мало, как так могло быть? А это всего, извините, 3000 разница между двумя выборами полугодичными. Поэтому сказать, что вышло мало, абсолютно нельзя и неправильно. Гагаузы... Нужно сказать, что порог высокий. Да. Вот тут надо начинать с того, что есть порог высокий. И поэтому, конечно, мы рассматриваем, когда на парламентских выборах выходят 58 тысяч, да, из них голосуют 80%, да, и когда из 55 голосуют 92, теперь скажите, а это плохой результат? А по-моему, наоборот. Наоборот, это очень хороший результат, который сегодня показали Гагаузы и показали, что они сплоченные, что они едины, что они поддерживают свое руководство и они хотят, чтобы это руководство продолжало дальше те реформы, продолжало дальше ту политику, которую она проводила последние 4 года. И мы этому должны только радоваться. По поводу явки. Добавите? Я, конечно, как политик всегда хочется, чтобы на выборы приходили как можно больше людей, да. Идеально, чтобы было все. Мы понимаем, что это нереально. Так почему? Можно закон такой принять? Ну да. Ссылаются, да. В Греции, кажется, обязательно. Да, обязательно голосуются. Но 50% могло быть и больше. Конечно, не все те, которые в списках, находятся физически в Гагаузе. Некоторые в Кишневе, некоторые за границей. Поэтому на самом деле цифра, если брать из тех, кто физически находится в Гагаузе, точно так же, как и в любых молдавских выборах национальных, явка реальная больше, чем явка официальная, можно так сказать. Но опять-таки, да, в выборах национальных около 50, да, 55, 53. Выборы в Европарламенте в этом году кажется 44. И это считается высокой явкой, потому что обычно около 40. В многих странах немножко больше, в некоторых немножко меньше. Поэтому 50% это нормально. Да, мы знаем, что демократы пытались продвинуть идею, что не только не из списков местных, а вообще из национального регистра избирателей, то там, ну это было как бы одно из механизмов саботажа. При этом не предоставив доступ к регистру, официально отказав предоставление доступа. Они могли предоставить, если они были во власти, то они бы, конечно, это использовали, и они бы... Как раз наоборот, они тогда еще были во власти, и они не хотели... Если сегодня они были, то они бы этот фактор однозначно использовали. Использовали против. Против, конечно. Но не давали доступа, не давали по последний день. Потому что сколько не писали запросов органы автономии, от нас приходил четкий ответ, извините, вы не авторизированы. Вам это информация Ну, по-моему, на счет гармонизации законодательства в том, что касается явки с национальным законодательством, это очень правильный подход. Потому что, ну, 50% реальных республики Молдова, потому что, если было возможно, да, легко и так с радостью на парламентских, на президентских, на любых выборов национальных иметь явку 50%, то явка не было бы 33, да, или там на второй тур вообще без явки. Ну, да, есть проблема. У нас страна, к сожалению, большая проблема иммиграции, да, миллион людей проживают за границей, не из-за хорошей жизни. Поэтому, как бы, их упрекать тем, что вы не проголосовали, или еще их, как бы, пенализировать высокой явкой, ну, это просто нецелесообразно, это не по-человечески, это нормальные политики, этого делать не должны. Поэтому я уверен, что Народное Собрание сделает изменение законодательства так, чтобы это было в интересах проживающих в Гаузии граждан и в интересах Республики Молдова в целом. Я хочу услышать ваши прогнозы на ближайшее будущее, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, потому что, когда были известные события в июне в начале, да, говорили, что вот демократы больше уже в стране не сильны, но они там проводят свои съезды, там решают какие-то вопросы, ну, как бы, нас в этом убеждают. Вот в плане Гаузии, как это будет развиваться, вот ваш прогноз, что будет? Я думаю, что будет все достаточно стабильно, достаточно, это будет в пределах закона самое главное, это самое главное, потому что попереть закон последние полгода пытались даже ленивые демократы изменить законодательство в Гаузии, повлиять. Это вообще убедительно, да. Пытались сделать многие, интерпретировали по-разному, последние выборы в народное собрание показали, что это получается, в том числе через судебную систему, поэтому я думаю, что в ближайшее время все будет проходить в пределах закона, в рамках разумного, есть результаты, есть цифры, есть компетентные люди, которые занимались, это большая армия избирательных служащих, порядка 800 человек, которые отвечают за законность этой процедуры, и сегодня, если ЦИК заявил о таких результатах, значит, не имеет места быть. Поэтому в ближайшее время соответствующие заявления в апелляционной палаты Камрад будет подано о подтверждении результатов и мандатов. Надеюсь, что вчера это были последние попытки демократов повлиять на Гагаузию. И таких попыток больше не будет, потому что уже будут гонять не на осликах. Уже будут гонять не на осликах. Это серьезное заявление. Спасибо, господин Мишин. Вы что спрогнозируете? Ну, я скажу так. У демократов был последний бой. И вот этот последний бой как раз и была Гагаузия. То есть еще показать хоть как-то не только... Сохранить лицо. Нет, не только Гагаузии. Нет, показать как-то не только Гагаузии, но и все республики, что вот все-таки где-то мы еще сильны и что-то можем. Но они его проиграли. И проиграли классически, потому что они проиграли не с точки зрения каких-то маневров или схем. Они проиграли, потому что этого желает народ. Потому что это желает электорат. Поэтому мой прогноз только один. Вы последний бой проиграли. Дайте уже той власти, которая начала работать в Кишиневе и той, которая работает сегодня в Гагаузии, чтобы они продолжили идти дальше. Чтобы наконец-то власть начала работать на благо людей. Вы это забыли последние годы? Дайте вот новой власти, отойдите уже в сторону. И вот вам было показательно. Люди еще раз вам показали, что они вас не любят и они вам не доверяют. Отойдите в сторону и не мешайте, пожалуйста, власти для людей, для граждан Республики Молдова осуществлять свою деятельность. Спасибо. Господин Павлович, вы как полагаете? И намерена ли ваша партия более активным, скажем так, участвовать в жизни Гагаузии? Какие-то, возможно, проекты какие-то появятся? Однозначно. Будем участвовать. Сейчас не сильно, да. Будем создавать там организации. Мы встречались, у нас там поддержка есть, надо будет ее наращивать. Но в том, что касается демократической партии, эта партия никогда не была сильной. Эта партия держалась на коррупции, на шантаже, на деньгах. Это показали выборы в народное собрание, да, один мандат. Это показывали предыдущие выборы в парламенте Республики Молдовки. Они набирали 5-10% максимум. Сейчас они, конечно, сделали под себя избирательную систему, и у них был некоторый результат. Мы знаем, как прошли выборы, какой шантаж был, какой был прессинг. Сейчас мы видим, что без нашей помощи демократическая партия распадается. Мы видим, ее главный меценат, до недавнего времени председатель партии, улетел. Остальных забрать с собой не успел, не смог, или наверняка не захотел. Не хватило, сказал господин, что на суду. Но, опять-таки, мне хотелось бы обратиться к простым членам демократической партии. Их было много, да, ситуация была такая. Я им повторю то, что я говорил господину Дякову в парламенте в первый день, когда они пришли. Не будет никакого целенаправленного гонения демократической партии. Партия остается, партия может работать в демократическом русле. Все законы будут исполняться. Но те, которые были замешаны в краже миллиарда, те, кто были замешаны в серых схемах приватизации, те, кто были замешаны в контрабанде, да, мы сейчас аж волосы станут дыбом каждый день, когда мы слышим то про сигареты, то про спирт, то про янтарь, то наркотики, то анаболизанты. Просто уму не покладим, как они, с кема на с кеме. Министры только вот сейчас начинают понимать, что министерство, да, и верхушка министерств работала не на граждан, не даже на партию, что не есть хорошо, а работали на серые схемы, на обогащение одного человека и приближенные ему людей. Этого, слава богу, в Молдове уже нет, но сейчас надо будет, конечно, загрутить рукава и все умения направить, чтобы ситуацию исправить, потому что дыра в бюджете огромная, про цены на газ и на другие услуги я говорил. Многие программы, которые демократическая партия очень сильно рекламировала, были либо в долг, либо деньги были сняты с одной линии государственного бюджета, представлены, по другой линии. Там есть чем сейчас заниматься. Поэтому, к сожалению, министрам, кабинету министров не позавидуешь, но мы в парламенте будем оказывать им всю помощь для того, чтобы, то, что касается законодательного процесса, оказать поддержку качественно, быстро, для того, чтобы ситуацию стабилизировать и в ближайшем будущем поставить Молдову на рельсы развития, так, чтобы все граждане чувствовали на самом деле изменения. Спасибо. Наше время вышло. Мне остается только вас поблагодарить за то, что вы пришли и мы с вами обсуждали выборы Башкана в Гагаузе. Я думаю, что необходимо, конечно же, поздравить Ирину Федоровну и сказать, что я за нее очень рада. И правы те, кто говорят, что женщины в Молдове ведут. Мне кажется, что это очень здорово. Спасибо, что пришли. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова